Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Это история о том, как телевизионщики пытаются выйти на YouTube. Сегодняшний наш выпуск будет называться 5 глупых вопросов, которые задают продюсеру. В этом выпуске я отвечу на 5 самых нелепых и часто задаваемых вопросов, когда люди слышат, что я продюсер. Первый вопрос, это когда продюсер, значит ты режиссер, то есть путают продюсера и режиссера. А это две разные профессии. Они, конечно, из одной отрасли, и режиссер и продюсер работают вместе, и знания, которыми должны обладать эти два человека, они очень во многом похожи. Но их функционал совершенно разный. Продюсер это тот, кто организует весь процесс, а режиссер тот, кто занимается содержанием, постановкой всего, что происходит в кадре. Поэтому ответ на этот вопрос, нет, я не режиссер. Лично я никогда не был режиссером, я был только продюсером, был сценаристом, еще какие-то профессии. Но я никогда не был режиссером. Второй самый часто задаваемый вопрос, это есть такое расхожее суждение, что актриса попадает в кино через постель продюсера. Я не могу говорить за всех, но могу сказать, что ни разу у меня даже такой возможности не было. Это не потому, что я тут лицемерий перед вами. Ну, на самом деле, я не знаю, как это происходит. Не знаю, даже не могу представить ситуацию, как это может произойти. Если бы даже мне кто-то предложил, а я так понимаю, с историей Харри Байнштейна, он не предлагал, а сам что-то там делал, показывал и так далее. Но даже если кто-то предложил, то я понимаю, что это вызовет потенциальные проблемы. Актриса, которую ты взял в проект, на главную роль, наверное, ну, как-то кажется, что актрисы вряд ли уложатся в постель с продюсерами ради эпизодической роли. Девушка, которая попадет через постель, скорее всего будет, ну, мне так кажется, очень требовательно, капризно, не будет стараться, мне кажется. Ну, не знаю, я имею в виду, стараться в кадре, да, а не в постели. Наверное, в постель-то она будет стараться. Много мифов по этому поводу ходит, но боюсь, конечно, казаться не очень искренним, но на самом деле у меня нет ни одной такой ситуации, где даже было близко похоже, что можно было из этого что-то сделать такое. Я, чтобы отмазаться, я, в принципе, скажу, что, наверное, у режиссеров может быть. У них же все-таки, они могут сделать бездарную актрису, наверное, каким-то своим талантом, как-то вытянуть ее в кадре, или, я не знаю, или в конце концов, продюсер будет расхлебывать, если она будет требовать какой-то огромный гонорар там и так далее. Поэтому не знаю. Давайте будем думать, что это через постель режиссера они выпадают, а продюсеры... Нет, святые. Третий вопрос, который часто задают, когда слушают, что ты продюсер, это значит, что ты спонсор, это значит, что ты финансируешь все, значит, ты богатый человек, но это не совсем так. То есть бывает, что когда продюсеры вкладывают свои деньги, но, наверное, это происходит не так часто. По крайней мере, я телевизионный продюсер, я бываю, что вкладываю свои деньги, потому что иногда их не хватает или вкладываю на какое-то время, но на самом деле финансируются телевизионные проекты, они финансируются каналом по большей части. Ну, если кино брать, то, наверное, продюсер, который вкладывает деньги, он тоже называется продюсером. Но если брать, как сказать, термин сам, то есть если брать определение, то продюсер это, скорее всего, который отвечает за деньги. Его ли это деньги, деньги инвесторов, либо это деньги какого-то заказчика, канала и так далее. Но продюсер это тот человек, который всегда отвечает за деньги. То есть он отвечает и за расходы, и за их сохранность, и за то, чтобы они использовались эффективно. Но сам продюсер это не обязательно какой-то богатый человек. Четвертый вопрос, это когда люди слушают, что я телевизионный продюсер, и тогда они по всем телевизионным делам ко мне обращаются. Они же говорят, ну ты же работаешь на телевидении, то есть такое общее понятие, ты работаешь на телевидении. Они имеют в виду, наверное, что ты работаешь в службе новостей, потому что часто ко мне друзья обращаются, а ты знаешь, такой возмутительный случай произошел, вот у нас там во дворе там и так далее. Как ты думаешь, можете ли вы сейчас журналистов сюда выслать, чтобы они сняли и об этом вообще раструбили, такое безобразие там и так далее. К сожалению, телевизионный продюсер, вот в том качестве, в котором я представляю, который делает программы, сериалы, какой-то продукт, который показывают каналы, он не имеет никакого отношения к такому телевидению, к потоковому телевидению, к службе новостей и так далее. То есть никакого отношения, я не могу отправить репортеров, не могу отправить журналистов, тогда когда что-то случается у нас в городе, и когда люди тоже звонят, что-то произошло, тебе, наверное, нужно, вот там, тебе, наверное, интересно это. Ну, мне интересно, как любому другому обычному человеку. А, ну, вот события, ну, интересно, ну, как бы, ну, то есть я никак на это не могу повлиять. Пятый вопрос, который часто задают, когда слушаю, что я продюсер, что я снимаю сериалы и кино, люди сразу меняются в лице и как-то начинают говорить, а я вообще тоже могу сняться, как бы. То есть это люди, ну, которые не являются актерами. То есть вот эта мечта о том, что есть знакомые, они снимут тебя в кино без актерского образования, либо без какого-либо актерского опыта, то есть она еще живет в людях. То есть вот это вот чудо, оно еще живет в людях. Вот, и даже если говоришь, например, ну, я сейчас снимаю сериал, но он на казахском языке, он говорит, ну, я могу выучить. Люди не знают казахский язык, но думают, они могут выучить на казахском, и как бы это пойдет. Мало того, что ты, как бы, играть не умеешь, мало того, что ты, наверное, не подходишь. Продюсер должен сделать все, чтобы любитель, твой знакомый, друг, там, или дочь, чья-то, сестра, изменить сериал, изменить героя, изменить, то есть ни с того ни с сего герой может говорить на каком-то ломаном казахском языке, лишь бы устроить нашего знакомого вот в это кино и в этот сериал, чтобы она, как бы, или он попробовали этим заняться. Ну, к сожалению, так не получается. К сожалению, со всех сторон выгодно и лучше все равно брать актеров. Обычно люди еще говорят, я готов бесплатно сниматься. Ну, я не уверен, что человек готов, там, неделю, 2-12 часов в день, там, 6 дней подряд, как бы, ждать, когда ему надо залезть там на забор, сказать две фразы и так далее. Я не уверен, что он готов это делать бесплатно. Ну, вот такой вопрос постоянно задают, вынужден как-то уходить от ответа на этот вопрос или бы вежливо отказывать. Говорить, что это невозможно. Это были 5 глупых вопросов, которые задают продюсеру. Это был видеоблок «Серийный продюсер». Подписывайтесь, если вам это нужно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok